Новая система по обращению с твердыми коммунальными отходами значительно улучшит экологию, стихийных свалок станет меньше. Функции сбора, транспортировки, обезвреживания и утилизации теперь возложены на единого регионального оператора – компанию «Ктажилфонд», которая в июне выиграла конкурсный отбор. Цивилизованная система обращения с отходами, естественно, положительно влияет и на те места расположения отходов. Кроме того, главой республики дано поручение, скажем так, избавиться от несанкционированных свалок и от тех исторически сложившихся свалок. Поэтому есть инвестсоставляющая регионального оператора, который тоже будет вкладываться в это, и, соответственно, планирование средств из республиканского бюджета. Крайне важно, что в республике появятся оборудованные места для размещения, хранения и захоронения отходов, соответствующие всем нормативам. В рамках госпрограммы в этом году достроят три площадки временного хранения отходов, один полигон в Кайгородке, еще один в Старожевске. Кроме того, инвестпрограмма регионального оператора предусматривает строительство мусоросортировочных заводов в Сыктывкаре и Ухте, мощностью 150 и 100 тысяч тонн в год, соответственно. Мы еще планируем в качестве пилотного проекта запустить мусоросжигательный комплекс, а он идет в комплексе с сортировкой, в городе Емва, так как это территория опережающего развития, там льготное налогообложение. Региональные операторы реализуют пилотный проект совместно с представительством Коми по Северо-Западу. Сортировочно-мусоросжигательный комплекс поставит производитель компания «Балткотломаш». Строительство и пусконаладочные работы запланированы на следующий год, но пока в муниципалитетах Коми проходят конкурсы по выбору подрядчиков, исполнителей, кто на местах займется транспортировкой и вывозом твердых коммунальных отходов. После того, как все конкурсы будут проведены, региональный оператор сможет обратиться к нам за установлением тарифа на вывоз и обработку твердых коммунальных отходов. До 1 января текущего года, до 31 декабря, работа будет завершена. Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами заработает с 1 января 2019 года и отразится на платежках. Вместо услуги по сбору и вывозу ТБО, которая сейчас входит в состав платы за содержание жилья, появится новая строка – коммунальная услуга по обращению с ТКО. Размер оплаты будут рассчитывать по тарифам, утвержденными НЖКХ, и затронет это новшество всех без исключения – предприятия, организации, жителей многоквартирных и частных домов. Алексей Корчма, Павел Фетисов, телеканал Юрган.